Всем привет, с вами я Роман и наш 33 выпуск в мире моделизма. Сегодня у нас будет небольшая ретроспектива. Я покажу вам очень и очень древнюю советскую модель самолета Gloster Meteor от фирмы Nova. Но это не совсем Nova, это какой-то кооперативный перепак, наверное, начало 90-х. Сама модель сделана все по тем же пресформам фирмы Frog. Модель в масштабе 1,72 и давайте посмотрим, что она из себя представляет. Такая вот коробочка незамысловатая, с таким бокс-артом, который больше напоминает игрушку, чем модель. Вот здесь у нас цена 1 рубль 45 копеек. Ничего себе, когда-то можно было очень халявно модели покупать. Ну а вот здесь у нас самое интересное. Хопа! Да, видно это еще когда-то было универсальной коробкой под конфеты тоже. Ладно, давайте не видим о плохом. Так, вот мне, когда я забирал у человека, досталась вот такая вот уборенькая инструкция. Вот. видите, как все сделано. На обратной стороне нету ничего. И здесь вот скан, распечатанный позже на черно-белом принтере, с нововской коробки от Метеора. С обратной стороны схема окраски, на которой еще что-то написано, очень сильно помятая, но, думаю, можно будет что-то разобрать. Декалей в комплекте нету, с декалями придется что-то придумывать. Вот, если у кого-то есть декали на эту модель, пишите в комментариях, готовы купить у вас. Ну и посмотрим на сами детали, что у нас здесь есть. Ну, стандартное нововское литье. Внешней расшивкой, расшивка четкое литье, незамысловатое, без какого-либо особого намека на проработку. Относительно сносное присутствует облой, стыкуемость на уровне среднего для модели тех лет. И вот у нас такой вот огромный набор литников, точнее, остатки от литников, похоже, все остальное просто с них пострезали. Ну, детализация, как можете видеть там, пишешь, кости и кабина не проработаны вообще никаким образом. Ну, и расшивка тоже дана далеко не вся, которая была на этом самолете. Вот. Ну, эту модель покупайте, если вы поклонник фирмы «Нова», если вы поклонник старых советских моделей. Вот. В противном случае, ну, лучше переплатите денег и возьмите ту же модель от МПМ. Вот. И вот такой вот фонарь, походу уже бывший в употреблении, потому что снизу есть следы приклейки. Не знаю, ставить его на эту модель, наверное, не буду. Наверное, сделаю проще, то есть я просто возьму его и его выдавлю в аккумуляторный фонарь. Вот. Как-то вот так. Цену на данную модель я не знаю. Модель приобреталась в мою срок, за нее я дал целых 100 рублей. Вот. Ну, наверное, на этом будем заканчивать наш коротенький обзор. Вот. Всем удачи. Всем пока. И вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. До встречи.